Вот если возвращаться к тем проблемам, которые были озвучены, достаточно серьезная проблема – это налог на недвижимое имущество. И в связи сейчас с желанием нести изменения в налоговый кодекс, налоговая нагрузка на объекты недвижимости серьезно возрастет. И более того, насколько я знаю, хотят обязать всех предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогового обложения, тоже платить налог на имущество. Вот с этой связи у вас есть позиция уполномоченного по этому вопросу? Позиция есть. Дело в том, что даже в ходе обсуждения «Я был на круглом столе по налогового обложения», как-то было сказано о том, что, в общем-то, этот закон вступил в силу. Связан он с тем, что многие предприниматели, которые относятся к крупному бизнесу, особенно это сетевые компании или крупные рынки, те, которые построили, они налог на имущество не платят. Не платят они путем того, что они его разделяют на малые некие компании. У законодателей, у правоохранителей опять органов, у государства в целом встал вопрос. Ну, мы-то налог, получается, недополучаем. В связи с этим коснулись, но этой категории, ее мало, ну, 10%, может, и 5%. Но 95 или 90% предпринимателей, они в сфере действительно находятся малого среднего предпринимательства. В результате получается ситуация о том, что придется малому предпринимательству отдуваться за грехи нерадивых предпринимателей. Что делать по этому поводу? Налог, скорее всего, на имущество будет введен. Тем предприниматель, который находится на упрощенной системе налогообложения. Нужно на сегодняшний день решить вопрос с тем, какие будут это ставки, от какой границы будет повышаться. По опыту, я смотрю, все уполномоченные начали активно работать с законодателями. Как у нас будет это происходить, мы ее, к сожалению, тут, ну, или к счастью, к сожалению, не знаем. Мы пока вопрос этот не обсуждали с законодателями. Но, в целом, разговор об этом был, и я думаю, что нашу позицию не услышат. Я даже не могу сейчас озвучить, какая граница будет площади. 100, 200, 150, 1000 метров квадратных. Вопрос будет спорный. Я думаю, что дебаты, может быть, всем нам придется принять в этом. Особенно бизнесу. По крайней мере, позицию бизнеса я готов представить. Вот касаемо вашего доклада, который вы уже представили губернатору Курской области. Скажите, доклад получил какой-то отзыв со стороны администрации? По нему идет уже какая-то работа? Ну, со стороны администрации он получил, потому что есть тоже теперь администрация. Губернатор очень положительно отреагировал на этот годовой доклад. И, в принципе, то, что мною было озвучено в нем, и были какие предложения, они получили, в общем-то, отзыв. В частности, я уже о этом касался, это то, что касается патентной системы налогообложения. Ну, и ряд других вопросов, о котором я говорил. У нас там тоже также есть пять основных проблем, но одна из серьезнейших проблем, и, во-первых, я уже говорил о патенте. Вторая проблема, она связана с избыточными, на мой взгляд, проверками со стороны правоохранительных органов субъектов, которые еще, по большому счету, не стали предпринимателями, а которые являются начинающими, и получили на сегодняшний день господдержку в виде вот этих 300 тысяч. Да, это проблема, и я думаю, что мы ее будем решать, мы будем выходить и обсуждать ее и с нашими коллегами из Управления внутренних дел. Я думаю, что мы найдем какую-то золотую середину. Это вот та проблема, при которой областной бюджет выделяет субсидию, а правоохранительные органы в рамках этих выделенных денежных средств начинают проверку того предпринимателя, который его получил. Ну да, начинаешь предприниматель, 300 тысяч, буквально проходит какое-то время. Я не готов сейчас сказать о результативности таких проверок, по крайней мере, на то сведение, которое мне доходит, это единицы возбужденных уголовных дел и практически стопроцентный охват проверок. В общем, все это делается в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Я не оцениваю законность-незаконность этих проверок, но эта проблема очень серьезная. Владимир Павлович, вопрос касаемый переоценки кадастровой стоимости земельных участков. Я знаю, что эта проблема находится на стыке, потому что земельные налоги идут, как правило, в муниципальный и в областной бюджет, и, соответственно, власть заинтересована в их поступлении. При этом платят их предприниматели за использование земельных участков. Однако кадастровая цена, как показывает судебная практика, сложившаяся, не всегда соответствует рыночной. И откуда она берется и почему она такая, зачастую никто не может объяснить. Предприниматели оспаривают кадастровую цену, приравняют ее к рыночной и после этого начинают платить налоги уже по новой ставке. Я на сайте уполномоченного по правам предпринимателей Российской Федерации нашел даже интересный случай, что в Башкортостане уполномоченный вступил в дело в арбитражном процессе в качестве третьего лица. Не рассмотреть ли вам такую возможность, чтобы вот эту системную проблему разрешить уже на региональном уровне, рассмотреть возможность участия в таких спорах уполномоченного по правам предпринимателей Курской области? Ну, рассмотреть возможность участия можно. Ну, сколько таких судов? А вот рассмотреть вопрос о том, чтобы решить вопрос и применять рыночные, а вот не кадастровую эту оценку, вполне возможно. Я думаю, что, наверное, решить вопрос муниципальным образованием, понимаете? Потому что постоянное участие, да, я понимаю, но это может превратиться в систему, и уполномоченный все-таки это оказание неких дополнительных возможностей по защите прав предпринимателей, а не участие его и превращение его в адвоката. Мы должны использовать другие механизмы, внесудебные механизмы, и лишь какой-то уникальный случай должен привести к тому, мы просто эту тему обсуждали серьезно в этой проведенной конференции и круглом столе. Поэтому уполномоченного нужно использовать в тот момент, когда проблема настолько серьезна, настолько его участие будет для суда решающим. Вот таким образом. Поэтому распыляться, может быть, и не стоит. Владимир Павлович, спасибо. С вами всегда интересно общаться. Надеюсь, что вы примете приглашение и будете посещать нашу студию. Спасибо. Спасибо, до свидания. Уважаемые телезрители, в Москве, когда обсуждался ежегодный доклад, прозвучала такая мысль, что уполномоченного нужно благодарить за то, что многие люди, которые были необоснованно привлечены или привлекаемы к уголовной ответственности, были от нее освобождены. Но я считаю, что уполномоченный выполнил большую миссию, чем было задумано и заложено при его создании. Это обобщить проблемы, рассказать об этих проблемах со стороны общественности и предложить свои варианты их разрешения. На этом наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать по электронному адресу, который указан ниже. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова